Ну, пока в официальных социологиях зашкаливает оптимизм, поддержка Путина, реалии за железным занавесом в России другие. Пока этих коцов и поцов не бьют по морде, вот только Соловьев получил, пока других журналистов прессует. Вот в нескольких регионах России, как стало известно сегодня с утра, прошли обыски, аресты. У некоторых даже просто выламывали двери, и все это как бы связано, сказали, с делом Ильи Пономарева. Это было в Екатеринбурге, обыск прошел у главного редактора вечерних ведомостей Владислава Послекова в Тюмени, у бывшего внештатного корреспондента Сибири Али и в сотруднице 86.ру Юлии Глазовой в Ростове-на-Дону. Но никаких доказательств, что они хоть как-то связаны с проектом «Утро февраля» нету. Есть вот реакция самого Ильи Пономарева. Обосрались совсем мусора, не там ищите. Сетка «Утро февраля» продолжит работать во всех регионах. Их у нас 34. А если вы ищете ячейки НРА среди региональных журналистов, то вы еще тупее, чем мы думали. А что вы скажете на эти серии обысков? Это пошла цепная реакция после Сафронова на 22 года или это не связано? Ну, я не знаю, честно говоря, по поводу Сафронова. Но тут в целом, если рассуждать с большого полета макроисторического, макрополитического, это, конечно, продолжение белорусизации внутренней русской жизни. Внутриполитической и видейной. Стоп, стоп, Роман, объясните свой термин «белорусизация внутренней жизни в Российской Федерации». Потому что наши сябре-белорусы говорят, что это наоборот. У них в Белоруссии русификация внутренней политической жизни. Поэтому расшифруйте. Ну, тут, понимаете, в чем дело. Ни для кого не секрет, что режим господина Лукашенко идет на пару шагов впереди режима Владимира Путина по части закручивания гаек и по процессу строительства жесткого, уже не авторитарного, но тоталитарного государства. Разумеется, кремлевский режим учится у Лукашенко. Учится на его ошибках и извлекает из них уроки. Учится на его успехах и какие-то схемы обкатывает. Но и в целом, в целом, как бы, любой человек, знакомый с белорусской и русской жизнью, а я в Белоруссии провел полгода в 2020 году, вот именно на пите этих протестов. Я там работал репортером, я там видел и окрестина, окрестина изнутри, когда там сидел под арестом, и много чего еще. Так вот, конечно же, в плане строительства внутреннего аппарата террористического, путинский режим идет в фарватере лукашенковского режима. Вот, и повторяет его историческую логику в целом. И мы хорошо помним в 2020-2021 годах, когда расправились более-менее с уличными протестами, пошли же широкой волной белорусские менты по админам телеграм-каналов. Они зачищали сетки телеграм-каналов очень фанатично, настойчиво. Также выламывали двери в провинции, в столице. И пошли, и были удары по совсем каким-то малоизвестным региональным медиа. Там условно, как-нибудь там, Утромоделева и прочее. Кто хоть как-то вякал, выламывали кувалдами двери. В этом смысле это абсолютная Беларусь. Понятно, но результат-то. Но результат это все равно стопроцентный не даст. Потому что всегда может выехать редакция и работать как Нехта Лайф, как другие телеграм-каналы. Это тоже как бы средство информации. То есть вы говорите, чекисты вынесли уроки. Но какие они вынесли уроки? Все равно всех не заткнут. А принцип ехать с криками «это вам за Пономарева», ну это напоминает вот эти варианты сталинские. Это японский шпион, а это китайский. Будем назначать. Но это ничего не даст. Ну они же, понимаете, вот обозначенными вами вопросами должны озаботиться люди на Старой площади, в администрации президента, в Кремле непосредственно. А у силовиков у них иная логика. У них логика давить и сворачивать шеи, не думая о каких-то серьезных исторических и политических выигрышах. Вот у них стоит задача – выявить экстремистскую сетку. И они эту задачу выполняют так, как могут, так, как умеют. И, кстати говоря, один из, скажем так, все-таки объективно выигрышных для них ходов – это уничтожение корреспондентской сети для независимых медиа внутри России. Все-таки из эмиграции независимые медиа работать объективно сложнее. Не хватает вот этой вот пехоты асфальтовой, репортеров, которые на месте следят за ситуацией. Это очень сильно, поверьте, осложняет работу всем редакциям независимым, которые сейчас оказались в диапазоне от Риги до Киева в изгнании. Что касается утра февраля непосредственно, как сайта Ильи Пономарева и фигуры Ильи Пономарева, дело в том, что в данном случае, что мы четко видим, все задержанные люди не имеют реально никакого отношения к проектам медийным Ильи Пономарева. Кто-то там, может быть, с ним был знаком лично, может быть, там были какие-то личные контакты, но не имели структурного отношения. Но, тем не менее, они пытаются хватать хоть кого-то, широким неводом идут, потому что наверху обозначены Пономарев как главная враждебная фигура сейчас и пытаются ловить хоть кого-нибудь. Так же было до этого с ФБК, когда Алексей Навальный был в должности главного врага Кремля и шли, так сказать, молотом, долбили по всем региональным штабам ФБК, но вместе с этим повинтили кучу совершенно отдаленное отношение к ФБК, имеющим народом. До этого было то же самое с открытой Россией Ходорковского. То есть, как только Кремль видит какого-то существенного с его точки зрения противника, он обрушивает террор и против реальных людей, реальных структур этого противника и против совершенно случайных людей. Вот поговорим сейчас в роли главного врага Кремля, вот что интересно. Да, ковровые обыски, ковровый террор по всей стране. Продолжение следует... Продолжение следует...